АЛЕКС ДУДУК СТУДИО Как для начинающих, что важно, например, в выборе дудука для тех людей, которые его даже в руках еще не держали? Что именно важно? Прежде всего, при приобретении дудука надо обратить внимание на самое главное, строй дудука. Он должен быть стройным. Это дудук. Дудук иногда обманывается на внешность. Внешний дудук очень красив. А вот когда берут играть, уже там не в порядке дудук. Просто это как в виде сувенира. А помимо дудука еще трость. Самая главная трость для начинающих. Крепкая трость. Не рекомендую. И потом сразу, если он будет играть, начинающий, пусть не думает, что он извлечет такой звук, как у мастеров. Звук тембра, тембр этого троя, дудука трость, это со временем приходит. Ну, может быть, год, два, три. Красивый тембр, как у мастеров, это уже с годами приходит. Так что надо приобретать инструмент правильный, настроенный. И трость, чтобы не очень тугая была, чтобы чуть-чуть слабая, чтобы не уставал, постепенно, постепенно уже перестает этот, отбрасывается старый, легкий, переходит на чуть-чуть уже потуже трость. Чтобы вот тогда уже получается бархатный звук, мягкий звук такой. И при выборе тростей, так как у нас диапазон маленький на дудуке, Ре обычно губами прижимаем, мы губами берем эту ноту. Ну, самая верхняя нота, которую вы имеете. Самая верхняя нота. При выборе они должны выбирать, чтобы суметь губами. Если Ре берет трость, это значит хороший. Ну, то есть, получается, для начинающих вообще губами работать сложно. Обязательно. Но это со временем, с практикой это все приходит. С практикой. Это надо самостоятельно, чтобы надо очень, сразу не получается нота Ре. Постепенно, постепенно, надо долго играть. И если взять эту ноту Ре и держать фирмату, долго держать, чтобы губы уже привыкли, тогда уже дело идет вперед. Важен ли выбор места покупки инструмента? Вот. Где покупать и так далее. Я понимаю, что сейчас на этом рынке очень происходит много разных и различных продаж. Мастера делают дудуки. Есть мастера, которые настоящие мастера. Есть кустарные инструменты. Просто советую покупателям обратиться к таким людям, где у них уже... Будет гарантия, да? Гарантия будет, да. Если мои инструменты, если что, там, изъян какой-то, я никогда никому не отдам. Ну, с вами мы знакомы уже больше 10 лет, поэтому тут я уверен на 100%. Многие вот говорят, вот я не знаю вообще ни грамма, грамма, ну, ни грамма. Нот не знаю, вот вообще, даже никогда с ними не соприкасался. И могу ли я взять и научиться играть, не знаю, нотной грамотой? Если есть стремление, желание, все можно делать. Если просто так поверхностно захотел, взял, один раз посмотрел, не получилось, уже все забросил. Нет. Это быть настыжным надо, настойчивым, чтобы если есть желание, ты должен добиться всего. У меня есть несколько ваших книг, я очень впечатлен вашей работой. Много материала, очень много интересного. Тут главное не лениться и заниматься. Самое главное, в любой работе это так, в любой работе. Ну, как музыканты есть, по 8 часов занимаются, 8-10 часов занимаются. Есть неделю, 1 час, там, вот. Если через день, через 2-3 дня возьмет, то тут будет играть, ничего. Первый день, если он сыграл, он часто должен играть. 5-10 минут поиграл, если имею в виду, если это дети. Вот как раз вот я хотел это спросить. 10-15 минут поиграли, отложили в сторону. Но потом, через какое-то время снова, чаще, когда будет играть, уже что-то появится. А если один день поиграл, через 2-3 дня это лучше не играть. Таких музыкантов в будущих я не считаю, что они добьются цели своей. То есть, по сути, желательно просто делать, например, для начинающих, просто с меньшим количеством времени, ну, больше раз. Больше раз, да. Чтобы не перегружать себя. А потом, когда он войдет во вкус, он уже не захочет оставлять. Куда бы он ни пошел, чем бы он ни занимался, так как у него уже получается играть, разбивать. Но у него больше уже тяги бывает, больше на занятии. Вопрос об самой интонации, интонировании. Интонация зависит от слуха. Если он не слышит, ничего не поможет, никакой педагог не поможет. Каждый покупатель, если кто хочет покупать, он должен обратиться к какому-нибудь музыканту. Если он не уверен в себе, он должен проверить, слух у него есть или нет. Если слух, память есть, значит, все можно. А, ну, насколько я знаю, что все начинающие с самого начала, я с многими уже ребятами сталкивался, много кто ко мне обращается, бывает. Ну, да и к вам уже сколько студентов приходит изначально за такую педагогическую практику. Они же изначально приходят, они, например, не могут играть стройно. Даже если им дай вот идеально стройный инструмент с идеально стройной тростью, они все равно, например, вот верхний регистр вообще у них может не строить, допустим. Ну, надо постепенно подходить. Сразу верхний регистр, я же говорю, вот у меня в книге написано сначала один такт играет соль, полная строчка, потом соль, фа появляется, потом соль, ля, и постепенно, постепенно. По одной ноте. А когда по одной ноте, долго надо идти, чтобы губы привыкли, чтобы вот ровность звука, почему это, под целыми нотами, и еще плюс на каждой ноте фирмата, долго держать. Не обязательно, чтобы четыре, пускай он считает раз, и два, и три, и четыре, и дальше. И он должен долго держать, чтобы, во-первых, и легкие у него, чтобы развились много воздуха, чтобы могли дыхание длительное, и тембр звука привыкать, привыкать к тембру звуку. Вот надо гамм идут. Сначала не надо, сразу взял и мелодию играть. Надо изучать инструмент. Потом, левая рука у него пойдет, это там четыре ноты, да, фа, сол, ля, си, там, и до, открытые. А нижние ноты уже постепенно надо подходить. Это очень, на нижних нотах у детей всегда промок бывает. Потому что не докрывают пальцы, и звук не выходит, нервничают. Что-то думают, им кажется, что это инструмент нехороший. А из-под пальцев воздух пропускает. Если полностью закрывают они, звук выходит. Видишь, на глазах у них радость. Слава Богу, получилось. Но это надо объяснять им, что надо полностью хорошо прикрывать. Ни в коем случае нельзя напряженно держать пальцы. Совершенно свободно. Вот так, как этот. Как будто какой-то предмет взял, ну, не думая, что это что-то надо, особенно, как хрусткаешь, вилку или нож, или какую-нибудь палочку взял. Просто не изначально берешь, не напрягая пальцы. А тут, когда ведут дуду, надо осторожно, или вот так, и корявыми пальцами играть. Вот это сложно. Надо, чтобы объяснять все время, чтобы не напрягая пальцы, играли на дуду. И это даст результат. Я вот хотел задать такой вопрос. Что, насколько важно заниматься с человеком, который знает. Я понимаю, что видео уроки, это палочка, выручалочка, которая как бы напоминает, чего ты не знаешь. Да? Но, как бы, занятия учитель, ученик, насколько они важны? Вот, я вам скажу, я по скайпу видел одну, две передачи. Один, ну, видимо, англичанин. Мне его жалко было. Как на туго тростью он играл, боролся, он кривился, я не знаю. Очень мне жалко было. Вот он играл, это просто он играл, да, скажем так. Это от неправильной постановки, от неправильного выбора инструмента. А другой тоже, или англичанин, или, в общем, на английском языке, он преподает, показывает, как, а сам он неправильно это делает. Вот от таких надо избегать. Я, ну, у меня видео таких уроков не было. Я бы хотел, если начинающий, чтобы выбрал бы настоящего мастера, который он может играть. Сначала пускай он сыграет, если он хорошо играет, покупатель, который хочет приобрести инструмент, пусть послушает, как он играет. Если хорошо, значит, и хорошо может играть. У него советы брать. Вот приходит, ничего не зная, вот приобретает инструмент, несколько уроков и начинает. А там дальше уже постепенно развивается сам. Это надо иметь огромное желание. Не просто для того, чтобы показывать, что я играю на дудаке перед своими товарищами. Надо иметь большую любовь. Прежде всего надо, чтобы ты полюбил, что ты хочешь сделать, кого ты любишь, кого ты подражаешь. То есть выбрать для себя музыканта, который тебе нравится. Сам, да, да, сам. И потом ты можешь очень такую большую палитру взять. Ну, ты должен посилить своих возможностей. Сначала маленький, такие, прежде чем, ну, детский антре, ворове на одной ноте, да, так вот. А дальше уже постепенно, уже подвижение вперед, да. То есть реально, получается, на всем начинающим важно, самое основное, слушать очень много музыки разноплановой. Не только игры на дудуке, но и на других музыкальных инструментах. Тот же самый кларнет, восточный. Вы знаете, я вас извиняюсь, перебью. Дело в том, что мы, когда у нас не было школы, не было нот, нам приходилось только слушать. Я говорю, во время войны, ну, все наши хорошие музыканты были на фронте. Уже такие слабые музыканты. Ну, это 30-е, 40-е, начало, начало 40-х годов уже, когда во время войны. Музыкантов не было. На радио, если неделю один-два раза, если что было, то, что мы желаем слушать. Вот и слушали. Но это мало дало. На свадьбах, когда до утра раньше свадьбы играли, да, и все ночью мы около под окном стояли, пацанья, да, вот такие, как я, слушали, как они играют. Ну, хорошо. И определяли, это хороший музыкант. Или на другой свадьбе играть. Нет, это нехороший, тот был лучший. Вот уже у нас было такое понятие, да, хороший от плохой мы могли отличать. Ну, а потом, конечно, война кончилась, все музыканты пришли. И было у кого учиться. Да, было у кого учиться. Ну, я в Баку, для меня был, это прежде мой дядя, Агалар Минасов. И, короче, Арчуглян. Эти великолепные музыканты, по сей день их музыка, если слушаешь, как будто это наше время, уже сколько лет, 60 лет прошло, с лишним. А они как, ну, свежие музыканты. Слушаешь и есть чему поучиться. Да, да, да. Вот у них и звук красивый, и без лишних этих, или вибрато, или без лишних таких баловств, да, что ли, вариации лишние делают. Из лишних очень много мелизмов делают, которые уже кружева получается, и не путаница такая. Ну, в Ереване тоже очень много хороших дудукистов, очень много замечательных молодых дудукистов. Ну, у них обыкновенный дудук, у них размаха нет. Но так как сейчас уже у нас двухоктавный дудук есть. То есть где разгуляться, по-как-как. Да, вот мои студенты, я переложил концерт, двойной концерт для Габоя, переложил на два дудука с двумя октавными. Один строит ля, другой строит индэ. Ага. И вот и диапазон получается, большой диапазон почти трех, около трех октав. И вот получается, что мы можем играть и классику. Мои студенты играют, я и Мугамы учу, и этюды, и Гамы, произведения советских, зарубежных, я не знаю, российских, украинских. Много. Ну, кто купит книгу, они увидят, что там есть. И все постепенное развитие. Но это для меня музыка, это жизнь. Мне 85 лет я. И до сих пор учусь. Каждый день я и учу, и играю, и учусь. Ага. Вот что самое главное, друзья, что не важно, сколько вам лет, не важно, взяли вы только инструменты, или вы уже давным-давно играете на инструментах. Но учеба продолжается регулярно. То есть, с совместными, постоянными занятиями мы всегда учимся, учимся и развиваемся. Пределу совершенства нет. Я благодарен Георгию Вартановичу Минасову за его советы, за его такой драгоценный, драгоценный опыт. Вам здоровья крепкого, счастья, здоровья вашим близким и родным, чтобы ваши студенты еще много-много-много-много лет вас слушали, вдохновлялись вашей игрой и впитывали от вас ту информацию, которую вы даете, чтобы нести дальше в будущее. И доносить этот прекрасный инструмент к слушателю, ну и не только слушателю, но и желающим соприкоснуться с этим инструментом. Я вам очень благодарю. Спасибо. Я хочу обратиться к моим будущим коллегам, любителям дудука. Дудук – это замечательный инструмент. Это душа человека. Это несравнимый. Арам Хачатурян, Арам Ильич, он говорил, это единственный инструмент, который человека заставляет плакать. Ну, не потому, что я хочу, чтобы плакали, а есть слезы горя, есть слезы радости. От радости тоже люди плачут, слезы появляются. Я хочу, чтобы играли на радость, чтобы любили этот инструмент замечательный. Если есть желание, я вам желаю всех больших успехов. Каждый я, если кто очень нуждается в моих советах, могут обратиться ко мне в двух словах. Я могу объяснять Георгий Минасов, слитно на английском, по скайпу. Желаю вам всего наилучшего. Любите музыку, любите, если любите дудук. Надо играть на дудуке, как дудук звучит. Всех благ желаю. Кто достигнет начинающий, за два, за три года, пускай мне звонят, пускай обратятся ко мне. Поблагодарю за то, что приняли мой совет. Всего доброго вам. До встречи, дорогие друзья. С вами был Алекс Дудук Студио и ворпед Георгий Вартанович Минасов. До новых встреч.